Самая знаменитая своими загадками авиакатастрофа произошла над печально известным Бермудским треугольником 5 декабря 1945 года. Так называемый вылет 19 был тренировочным полетом пяти торпедоносцев-бомбардировщиков «Эманджер» во главе с опытным пилотом-инструктором Чарльзом Тейлором. Самолеты «Эманджер» поднялись в воздух с базы Форт Лодердейл 5 декабря 1945 года в 14.10. Погода была ясная, полет шел нормально, но уже в 15.40 эскадрилья отклонилась от курса, пилоты перестали узнавать местность. Согласно радиопереговорам, компас Тейлора вышел из строя, казалось, что он путает Флориду Кис с Багамами. Центр управления попытался перенаправить Тейлора обратно к Форт Лодердейлу, но безрезультатно. Вскоре диспетчер потерял связь с пятью самолетами, и с тех пор их никто не видел и не слышал. Самое интересное, что спасательный самолет, посланный на выручку команды Тейлора, пропал в ту же ночь. Многие считают, что он взорвался в полете, так как машина просто исчезла с радара. Также интересно, что Тейлор накануне пытался отказаться от полета, ему было отказано. Необъяснимые обстоятельства, сопровождающие катастрофу, дали повод предписывать гибель эскадрильи паранормальным свойством Бермудского треугольника. Еще одно загадочное исчезновение в истории авиации произошло над Андамией. Гражданский самолет Стардаст, принадлежавший компании British South American, в 1947 году совершал полет из Буэнос-Айрос в Сантьяго, но неожиданно исчез где-то в горах всего лишь за пару минут до приземления. В последнее мгновение полета радист передал загадочное сообщение – стендек. Больше от пропавшего самолета не было ни слуху, ни духу. Обломки, несмотря на длительные поиски, найти также не удалось. Уже в 1998 году, то есть через 51 год, группа альпинистов случайно наткнулась на фрагмент кожуха двигателя с надписью «Alls-Royce». Поиски лайнера в указанном районе возобновились. Вскоре был обнаружен и самолет. Новая официальная версия гласила – Стардаст отклонился от курса и в условиях плохой видимости врезался в покрытые облаками горы. Тем не менее, тайна слова «стендек» так и осталась нераскрытой. В 1962 году рейс 739 авиалинии Flying Tiger Flight по заказу американской армии перевозил солдат и припасы из Калифорнии в Сайгон, Вьетнам. После дозаправки самолет взлетел и вскоре буквально растворился над Филиппинским морем. Погода была ясной, и сообщений о помощи не поступало, равно как и в случае с малазийским Боингом. Поисковые мероприятия, в которых участвовало 4 рода военных сил, не увенчались успехом. Все 107 людей, находившихся в самолете, были объявлены погибшими. Обломки «Тигра» так и не нашли. Место отсутствующих фактов заняли слухи и догадки. Некоторые очевидцы утверждали, что видели яркую вспышку света вблизи предполагаемого расположения самолета. В контексте холодной войны и конфликтов во Вьетнаме появились версии о саботаже. Другим объяснением считали неисправность двигателя, который якобы потерял мощность за три дня до последнего полета. Саботаж видят и в гибели гражданского самолета, выполнявшего в 1996 году рейс 800 авиалинии Transworld Airlines. Лайнер взорвался и упал через 12 минут после взлета с аэропорта Джона Кеннеди, забрав с собой жизни 230 человек. Расследование катастрофы заняло 4 года, после чего было установлено, что неисправность в электропроводке вызвала искру, которая подожгла топливо. Казалось бы, все ясно, но очевидцы события, давшие свои показания ФБР, в один голос утверждают, что видели, как к самолету поднимался луч света, после чего возник огненный шар. Эти свидетельства, как считают некоторые, доказывают, что самолет был сбит ракетой во время учений флота, которые проходили в то же время недалеко от Лонг-Айленда. Также существуют версии, что спецслужбы США намеренно скрыли следы взрывчатых веществ на останках лайнера.